Солнце 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 Было начало 50-х годов, и мы жили в самом центре Москвы, на улице Москвина, около филиала МХАТа. Старый дореволюционный дом, последний этаж без лифта. Надо было видеть, какие муки и страдания изображал на своем лице Арно Арутюнович Бабаджанян, поднявшись в нашу квартиру. Лицо у Бабаджаняна было совершенно потрясающим. Я бы сказал, что владел он им не менее гениально, чем роялем. А то, что он был выдающимся пианистом, не отрицает, пожалуй, никто из людей, хоть раз слышавших его игру. Он вообще был музыкант от бога. Его музыку, которую принято называть серьезной, классической, профессионалы относят к шедеврам советского музыкального искусства. И мне, да, наверное, не только мне, немного грустно от того, что феноменальная популярность Арно Бабаджаняна в 60-е и 70-е годы в СССР была связана с его песнями и голубыми огоньками, которые шли вот отсюда, из телецентра на Шаболовке. Хотя песни были чудесными, и писал их Арно Бабаджанян мгновенно и как бы играючи. Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного посидеть у костра. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного посидеть у костра. Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, но волной набегая, тронула с берега, вокруг голубая, голубая тайга. В молодости Арно Артюнович Бабаджанян очень дружил с моим отцом и частенько проводил время у нас дома на улице Москвина. Это были очень шумные вечера, которые постоянно сопровождались взрывами хохота. Арно Бабаджанян был блестящим рассказчиком, веселым и очень добрым человеком. Он слегка побаивался мою бабушку, которая, когда он становился уж чересчур шумным и громогласным, мягко одергивала его, говоря, что в приличном обществе подобным образом себя вести нельзя. И тогда Арно Артюнович начинал свою любимую игру. Он объяснял моей бабушке, что она должна прощать его, потому что он простой, бедный армянин, чуть ли не с гор спустившийся. Правда, вот случайно оказался гениальным, за что сам товарищ Сталин, отец народов, пожаловал ему свою премию в очень молодом возрасте. Арно Артюнович говорил это специально, зная, что моя бабушка терпеть не может имя Сталина. И при упоминании его начинала сама шуметь. И тогда Арно Артюнович, томно закатив глаза, выслушивал ее до конца, целовал в щеку и говорил, и все-таки товарищ Сталин был прав в том, что я гениален, шел к роялю и играл свою замечательную музыку. А мы слушали его, боясь пошевелиться. А мы слушали его, боясь пошевелиться. А мы слушали его, боясь пошевелиться. Как забыть, как Арно показывал нам Армению, как он показывал нам Ележан, как он показывал нам озеро Севан. Такая была любовь, как он любил все и как все его любили. Очень добрый человек. Он очень добрый человек и действительно Армению он нам показал и влюбил в эту республику. Ну, и в людей, понимаешь, вот он специально, например, в Ереване нас познакомил с чистильщиком ботинок по имени Арутюн. Вот, ну, это, говорит, такой мастер. Бобожанин знал, что такое мастерство. У него было много песен, которые могли родиться в Ереване, в Москве, в Париже, в Лондоне. И в то же время это было Бобожанин. Вы знаете, это было замечательно, потому что сам он был истинно вот таким сыном армянского народа, но дарование его было крупнее. И сам он, он не был в таких узких национальных рамках. Его любили все, и он любил всех, и везде он был желанным гостем, желанным другом. Вот это просто удивительно. Это было и в творчестве, и в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думал я, разлука поможет от любви твоей мне уйти. Песня первой любви в душе до сих пор жива, песня твой о тебе все слова. Арноба Бобожанин обожал Армению, в которой родился и посвятил ей множество прекрасных мелодий. Но по своей натуре, на мой взгляд, он был скорее гражданином мира. Его любили повсюду, в Москве, Париже, Нью-Йорке, конечно, Ереване, в Баку. Арноба Бобожанин сам был звездой, но и при этом зажег множество звезд на эстрадном небосклоне. Одной из звезд того времени стал Муслим Магомаев, который пел почти все песни Арноба Бобожаняна. Я тебя повстречаю на пути своем, Ты пришла, как мечта давнего сна, В целом мире с тех пор только мы вдвоем, Ну а в сердце моем ты лишь одна. Будь со мной, будь со мной всегда, Грустью разлу, Радостью встреч, будь со мной. Будь со мной, будь со мной всегда, Нежностью глаз, Нежностью рук и любви. Не стошны года, И боль толких разлу. Я вот сейчас думаю...